Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в день праздника Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Присна Девы Марии по традиции читается Евангелие от Луки, состоящая из двух отрывков. Глава 10, стихи из 38 по 42 и глава 11, стихи 27 и 28. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Радиакона, Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, Отца Александра. Во время Оно в ниде Иисус весь некую, жена же некая именем Марфа прият его в дом свой. И сестра ей, бенарицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвиша о мнозе службе, ставши же рече. Господи, не брижеши ли, як сестра моя едиными остави служити, рцы у моей дами поможет. Отвещав же Иисус рече ей. Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едины же есть на потребу. Мария же благою часть избра, я же не отымется от нея. Бысь же, егда глаголоши сия, воздвигши некая же на глаз от народа речи ему. Блажено чрево носившее тя, и с остца я же и сисал. Он же рече, тем же убы блаженни, слышащие слово Божие и хранящее. Так звучит евангельское чтение этого дня на церковно-славянском языке. Прочитаем этот отрывок вместе в русском синодальном переводе. В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». И Иисус же сказал в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившая тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». В продолжении пути, как повествует Евангелий Слука, Господь пришел в одно селение. Там жил Лазарь, которого Господь назвал своим другом и сестры Лазаря, Марфа и Мария. Приняв Иисуса Христа, Марфа стала суетиться, готовя угощения для гостя, а Мария слушала Спасителя, сидя у его ног. Марфе, усердно хлопотавшая о приготовлении угощения для Господа, не понравилось, что Мария оставляет ее без помощи, слушая спокойно его речи. Тогда Марфа обратилась ко Господу со словами, «Господи, скажи ей, чтобы помогла мне». На такую просьбу Иисус ответил с чувством глубокого сожаления. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Приход Спасителя в Вифанию был радостным днем, потому Марфа, суетясь, старалась украсить стол всем лучшим, что было в доме. А в это время Мария в покое своего сердца внимала божественной мудрости своего Учителя, расположившись у его ног. Конечно же, Марфа любила Господа не менее Марии. Она любила слушать Его и исполняла Его волю, но признавала необходимым прежде выполнять житейские дела, а потом уже внимать Слову Божию. Мария же избрала искание правды Божией, считая это выше житейских забот, а потому забывая все земное. Повествуя о Марфе и Марии, Евангелие напоминает нам о том, что мы часто упускаем из вида. Бог сотворил всех людей разными, но Богу нужны и Марии, и Марфы, как соединение двух служений – созерцательного и деятельного. Сегодня Святая Церковь возвеличивает успение той, о которой некая женщина, обращаясь ко Христу, возвысив голос из толпы, сказала «Блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие». Само слово «блаженно» по-гречески «макария» означает состояние наполненности счастьем, если можно так сказать, духовной радостью. Сами слова неизвестной женщины по своей сути были обращены ко Христу в форме, принятой у евреев того времени, благословения Его Матери. И сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, подобно той женщине, приносим благодарение Иисусу Христу за то, что Он даровал нам живой пример святости. Как говорил митрополит Суворожский Антоний, как сказано в Священном Писании, Бог во святых почивает, не только в святых местах, но и в сердце и в уме, очищенных подвигом и благодатью, в жизни и в самой плоти святых. И сегодня мы празднуем День Успения Святейшей всех святых Божьей Матери. По истине она является престолом благодати. В нее вселился живой Бог, в утробе ее Он был, как на престоле своей славы. Много ли говорит нам Пресвятая Богородица со страниц Евангелия? Практически ничего. Но все же внимательные слушатели благой вести Христовой на страницах священного текста могут найти одну удивительную заповедь, которую нам оставила Дева Мария, находясь на брачном Перу в Кане Галилейской. Она сказала, что скажет Он вам, то сделайте. И в этих словах вся глубина веры пренепорочной Девы, веры как проявление доверия Богу. Она сама в момент чудесного явления Ангела в своем родном городе Назарете, когда услышала весть о рождении ею Сына Всевышнего, кротко ответила, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Эти слова стали проявлением смирения и кротости молодой девушки, которую наполнила благодать Святого Духа. Вот подлинный пример пути к святости, к богообщению. Нам с вами нужно научиться делать то, что говорит нам Бог, чему Он нас поучает. Ведь путь к блаженству открыт каждому. Поэтому и говорит Господь, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Иными словами, Христос ставит перед нами две задачи на всю нашу земную жизнь. Слушать Его слова, напитываться ими, шествуя по спасительному пути веры, и реализовывать их в каждом дне, отпущенным нам для этого Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok